В эфире телеканала Бобруиск 360. Итоги недели. С вами Мария Бересневич. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Шанс видеть с помощью АйТи. Бобруск стал первым городом в стране, где заработало адаптированное приложение по отслеживанию движения общественного транспорта для слепых и слабовидящих людей. Не просто мусор. Расскажем, почему эффективная переработка отходов экологична и прибыльна. Улыбаемся. Улыбаемся. Уже более 500 человек на коронавирус. И американское селфи с белорусским акцентом. Министерство иностранных дел пригласило звезду сериала «Сверхъестественное» в Беловежскую пущу. Видеть с помощью АйТи или Бастаем стал еще доступнее. В Бобруске заработало адаптированное приложение по отслеживанию движения общественного транспорта. Теперь все, что зрячий человек видит, инвалид по зрению может услышать. Это с учетом того, что Бобруск стал первым городом в Беларуси, который сделал жизнь особенных людей пусть и немного проще. Телеканал Бобруск 360 узнал, как это работает и получил комментарии из первых уст. Константин Шеломанов с тростью вот уже два десятка лет. Но мужчина не отчаивается. Говорит, в жизни предостаточно поводов для радости. Несмотря на нарушение зрения, наш герой – активный пользователь гаджетов. Удивительно и то, что он любит читать. Как? Все просто. По задумке производителя, любой телефон может быть использован и незрячим человеком. Для этого нужно зайти в настройки и выбрать пункт «Спецвозможности». Тогда вся информация с экрана будет озвучиваться. Рабочий стол, значки, да? То есть я касаюсь пальцем значка, ну и синтезатор озвучивает. Мама, да? Если я сегодня жму, я позвоню маме. Ну, Олеся – это моя жена, я позвоню Олесе. ФБ Ридер – программа для чтения электронных книг. При этом горожанин ведет активный образ жизни. Работает инструктором-методистом в Тифлоинформационном центре и массажистом в спортивном диспансере. Потому ему приходится много и часто передвигаться по городу. И это с учетом того, что живет он в седьмом микрорайоне. Здесь неоценимым помощником стало приложение по отслеживанию общественного транспорта «Бастайм», но адаптированное для слабовидящих и слепых. Теперь все, что зрячий человек видит, инвалид по зрению может услышать. Мне стало гораздо проще пользоваться общественным транспортом городским. Если я вот стою на остановке, мне приходится подходить к каждому автобусу и спрашивать у людей какой это маршрут. То есть сейчас я могу выбрать необходимый мне автобус и просто ждать его. Я выбираю автобус номер 6, слышу сообщение о том, что он прибудет меньше, чем через одну минуту. Я выбираю свою остановку, на которой я сажусь. Отмечаю пункт, что здесь. Следить за ближайшим. Дойти до остановки, признается Константин, у него никогда не вызывало труда. На местности он ориентируется достаточно хорошо. А вот дождаться того самого маршрута, говорит, настоящая проблема. Теперь же и она решена. Восторг полный, очень удобно. Мне всегда мечталось о таком приложении, потому что езжу я давно и много. Разработчики пошли навстречу. Тут уже одно это играет огромную роль в том, что оно было адаптировано для незрячих и слабовидящих. То есть другие приложения аналогичные, в частности Яндекс.Транспорт, несмотря на то, что там заявлена поддержка, доступности, ее там по факту нет. Здесь ребята пошли навстречу разработчики и сделали его доступным на 100%. Это очень важно. Кстати, Бобруйск – первый город в Беларуси, в котором буквально на днях появилась такая уникальная возможность для особенных людей. К тому же российские разработчики создали и актуальные настройки. Например, возможность сохранять некоторые маршруты и остановки в избранное, чтобы при использовании приложения открывался определенный маршрут. Самой же идеей сделать транспорт доступней загорелась в менеджер социальных проектов общественного объединения инвалидов «Особый мир» Марина Абазовик. Приятно, что такие инновации начинаются именно с нашего города. Я связалась с представителями Бобруйского горосполкома, рассказала им об этой инициативе, меня поддержали. И мы совместными усилиями в течение месяца провели серьезную работу, результатом которой стало то, что у нас в Бобруйске появилось это приложение. У нас замечательные люди работают в горосполкоме, с ними очень комфортно работать, так как любая инициатива, ну, по крайней мере, я говорю именно о себе, о нашей организации, всегда поддерживается и оказывается всяческое содействие. В перспективе доработать программу и добавить низкопольность транспорта, чтобы человек на коляске мог понимать, на каком именно автобусе ему будет комфортно добраться. Плюс в приложении есть и чат, в котором пассажир может связаться с водителем. Сегодня же в Бобруйске проживает более 10,5 тысяч людей с инвалидностью. Среди них более 500 с нарушением по зрению. Весь акцент на то, чтобы каждый горожанин почувствовал свою важность, и при этом она сопровождалась комфортом. Между тем, руку помощи рядом стоящего человека никто не отменял. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Презентация уникального приложения, к слову, на неделе прошла на базе медиахолдинга «Бобруйское житё». Здесь собрались все заинтересованные лица – инициаторы, пресса, пользователи и те, кто отвечает за техническую часть. В Бобруйске «Бастайм» запущен с помощью комплекса спутникового GPS-мониторинга «Азимут» белорусского предприятия «Текин Софт». Система позволяет узнать местоположение нужного автобуса в режиме реального времени. На пресс-конференцию по случаю презентации адаптированного приложения для слепых и слабовидящих людей приехал и заместитель директора Владимир Шалатонин. Этот реализованный проект, отметил специалист, для их компании был особо важен, ведь он в первую очередь социальный, именно поэтому в его работе нет права на ошибку. Диспетчера парков должны работать очень скрупулезно, чтобы не допустить ошибок в формировании планов выхода, формировании расписания движения автобуса. Мы должны достоверно и оперативно передать данную информацию в систему «Бастайм» и тот уже отразить ее в своем приложении. Честно сказать, конечно, данный проект для нас получился очень интересный, и все силы, которые были уложены в него, дали прекрасный результат. На прямую связь с Бобруйском вышли и россияне. Разработчик мобильного приложения «Бастайм» Остап Асташенко и проектный менеджер отдела «Доступная среда» проектного офиса «Стратегии развития Нижегородской области» Илья Лебедев. Последний сам инвалид по зрению. Мужчина лично тестировал адаптированное приложение и указывал на недочеты. Благодаря этому программа сегодня доступна в 110 городах России. Бобруйск, напомню, пока первые в Беларуси. Новации уже заинтересовались в Бресте и Гродно. Какие нововведения могут коснуться белорусских школьников? Что войдет в стоп-лист Министерства антивонопольного регулирования и торговли? И какие пункты в прохождении техосмотра станут необязательными? Смотрите в нашем традиционном дайджесте. В Беларуси на наличие коронавируса проверили более 500 человек. Это люди, которые ранее находились в Китае. К счастью, ни у кого новая пневмония не была выявлена. Сегодня в нашей стране проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, позволяющий предотвратить завоз вируса на белорусскую территорию. На границе усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска, а прибывающих в Беларусь людей проверяют с помощью тепловизионного оборудования. Нагрузку школьникам могут сократить без ущерба для качества образования, сообщил министр образования Игорь Карпенко. Как рассказал глава ведомства, занятость учащихся можно ослабить, используя межпредметные связи и совмещая выпускные экзамены и ЦТ. Так, большинство опрошенных детей, их родители и преподаватели поддерживают такую идею. Чтобы внедрить подобные подходы, нужно ускорить работу методических служб и экспертов, которые могли бы все проработать и проанализировать, отметил министр. Реформа процедуры прохождения государственного технического осмотра не должна ограничиваться отмена необходимости предоставления водителям медицинской справки. Такое мнение высказал директор Белтехосмотра Юрий Линчевский. Новым шагом в вопросе упрощения процедуры ТОО могла бы стать отмена обязательного наличия аптечки и огнетушителя. Рассказал руководитель предприятия и о том, что разрешение на допуск в скором времени может утратить формат наклейки на лобовом стекле авто и перейти в форму электронного документа, содержащего QR-код с зашифрованными данными диагностической карты авто. Какую посуду исключить из общепита предлагает обсудить Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Перечень которой определили в ведомстве размещен на правовом форуме. В стоп-лист попали одноразовые стаканы, тарелки, чашки и контейнеры. При этом пластиковые крышки, ложки и вилки могут оставить для использования. Недорогой альтернативы им нет. Свои варианты можно предложить до 10 февраля. Напомним, начиная со следующего года, Беларусь намерена снижать использование пластика. Сегодня это самый проблемный вид отходов. И поэтапно переходить на максимальное использование экологичной упаковки. В продолжении экологической темы, более 350 килограммов бытовых отходов в год выбрасывает каждый белорус. Это в два раза больше, чем еще 15 лет назад. По словам специалистов, цифра достаточно большая. Чтобы не стать заложниками проблемы мусорного накопления, на помощь должно прийти повышение эффективности его переработки. В ней важный этап сортировка, которая под силу каждому из нас. В бытовых отходах содержится примерно 25% вторичных ресурсов. Стекла, бумаги, пластика, изношенных шин и старой бытовой техники. А из этого, как известно, можно получить сырье для производства новых вещей. Максим Кембель о чистом будущем. Огромные свалки и полигоны бытовых отходов, загрязнения окружающей среды. Это последствия деятельности человека. Но в то же время все хотят жить в экологически чистом городе. Что для этого нужно? Все невероятно просто. Каждый должен начать сортировать мусор, который выбрасывает. В таком случае на помощь приходят контейнеры для раздельного сбора. Разобраться и запомнить принцип действия такого жилищно-коммунального цитофора несложно. Зеленый контейнер для бумаги, синий для стекла, ну а желтый остается для пластика. Бутылки и бумага. Миной полигон сразу попадают на сортировочную линию. Спецавтопредприятие. Зона ответственности Бобруйск и район. Только за прошлый год организация избавила город от 500 тысяч тонн мусора. 50 тысяч из которых производит население. В помощь сотрудникам предприятия машины. Одни возят смешанные отходы, другие – в торсырье. Объемы вторичных материальных ресурсов, то есть выбор вторичных материальных ресурсов по сравнению с прошлыми годами дает результат. Хочу сказать, что за 2019 год доведенные планы нашим предприятием выполнены. На 2020 год установлен объем сбора макулатуры 2500 тысяч тонн, стекла 1500. В контейнеры для пластика, бумаги и стекла попадают абсолютно разные отходы. Именно по этой причине спецтранспорт действительно может вывозить содержимое раздельных контейнеров вместе. Впрочем, затем весь мусор отправляется на дополнительную сортировку. Полигон Бабино в одноименной деревне Бобруйского района. Сюда поступают твердые коммунальные отходы со всего города. За сутки рабочие перерабатывают 42 тонны мусора, извлекая из него стекло, бумагу, пэт-бутылки. Или, проще говоря, пригодные для второй жизни ресурсы. Линия работает по 11 часов каждый день, без выходных и в любую погоду. Это делается для того, чтобы наш город был экологически чистый и также приносил прибыль для наших жителей, для города. Как вы уже поняли, за всем этим стоит экономика. Затраты на переработку гораздо ниже, чем на новое производство. А главное – сохранение природных ресурсов. Культура сортировки отходов в Беларуси только начинает развиваться. Да и переживается она в регионах по-разному. Но коммунальщики не стоят повторять. По отдельности выгоднее. Ведь это не только экономика, но и экология. На полигоны больше не завозят так называемые тяжелые отходы, которые разлагаются десятилетиями и загрязняют окружающую среду. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Кто получит золотую статуэтку в Лос-Анджелесе почти готовы к 92-й церемонии вручения премии «Оскар». Тем временем МИД Беларуси пригласил известного американского актера в Беловежскую пущу. Что еще произошло в мире на неделе, покажем прямо сейчас. В Лос-Анджелесе полным ходом идет подготовка к 92-й церемонии вручения премии «Оскар». Кто получит заветную статуэтку, станет известно уже в ночь на 10 февраля. По многолетней традиции, за 90 минут до начала церемонии гости и претенденты на премию будут позировать перед объективами камер на красной ковровой дорожке. Лидером по числу номинаций, напомним, оказался фильм «Джокер» Тодда Филлипса. При этом многие букмекеры предрекают победу картине 1917-й. Именно она уже получила «Золотой глобус» за лучшую драму года и была названа лучшим фильмом по версии премии британской академии BAFTA. Продажи часов Apple обогнали всю швейцарскую часовую индустрию. Яблочная компания продала 31 миллион смарт-браслетов в прошлом году. За то же время вся швейцарская часовая промышленность отгрузила 21 миллион устройств, что на 13% меньше, чем годом ранее. Аналитики говорят, что аналоговые наручные часы пользуются большей популярностью у старшей аудитории. А молодые покупатели предпочитают часы с электронной начинкой и даже не смотрят в сторону престижной механики. На 104 году жизни скончался знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас. Он был ярким представителем «золотой эры Голливуда». У Кирка белорусские корни. Его настоящее имя – Исер Данилович. Родители эмигрировали из города Чаусы в 1910 году. Кирк родился в городе Амстердам. Уже в Штатах родители сменили имена и фамилию. Дуглас был трижды номинирован на главную американскую кинопремию. Но получил почетный Оскар за выдающиеся достижения в кинематографе лишь в 1996-м. Он запомнился по ярким ролям в фильмах «Викинги», «Туз в рукаве», «Злые и красивые» и «Спартак». Всего актер сыграл в более чем 80 кинокартинах. Министерство иностранных дел Беларуси пригласило американского актера в Беловежскую пущу. Все произошло после того, как звезда сериала «Сверхъестественная» Джаред Подолеки выложил в Инстаграм фото белорусских денег с изображением белки и лося образца 1992 года. К слову, много отличных лосей в нашей Беловежской пущи. Приезжайте и посмотрите на них. Такую подпись оставил МИД под снимком актера. Люди из самых страшных детских кошмаров или создатели голливудских улыбок. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают стоматологи всего мира. Самое важное достижение белорусской стоматологии – факт того, что каждый четвертый ребенок имеет абсолютно здоровые зубы. Это результат программы профилактики. Она действует уже 10 лет. По показателям, наше государство обогнало все страны СНГ. Цель на ближайшие годы – достичь европейского уровня. Мало кому в жизни посчастливилось не посидеть в кресле зубного доктора. Врача, который делает нашу улыбку красивой и белоснежной. Но это только одна сторона медали. Мы вам постараемся рассказать про вторую. Да и по самое, что не есть хорошее. 9 февраля – Международный день стоматолога. Улыбается. В детстве одни мечтают стать космонавтами, другие – футболистами, третьи – политиками. А вот наша героиня с юных лет поняла – стоматолог – это призвание. Ирина Соколова – человек, знающий об этой профессии буквально все. За хрупкими плечами опыт работы равный 30 годам. Тысячи пациентов прошли через руки Ирины. В роду, признается, донтистов не было. Поэтому она себя считает первооткрывателем зубной династии. Вот и старший сын пошел по стопам мамы. Ну а успех в работе, по словам специалиста, состоит из нескольких факторов. Профессиональное совершенство необязательно. Любовь к пациентам, доверительное отношение. Чтоб тебя пациенты понимали, не боялись, потому что любой, который приходит в поликлинику, он испытывает чувство страха. Поэтому доброе, порядочное сердце, ну, конечно, профессиональное, ну, личностные какие-то качества. Стоматологическая поликлиника номер 2 сегодня обслуживает 72 тысячи жителей Первого майского района. Хирургия, протезирование, лечение зубов и многое другое. Спектр оказываемых услуг весомый. И самая большая заслуга в этом сплоченного и профессионального коллектива. 130 врачей помогают людям побеждать зубные болезни. Стоматология сейчас идет вперед и имеет большие возможности. Но мы не устаем говорить о том, что профилактика – это самое важное, что есть здоровье человека вообще во всех сферах, и в том числе в стоматологии. Поэтому каждый пациент должен знать, что надо два раза в год посетить стоматолога с профилактической целью. Это обязательно. Конечно, главными ценителями качества оказываемых услуг остаются жители, которые приходят к врачам с надеждой избавиться от боли. Очень часто посещаю поликлинику, и мне приятно приходить сюда. Здесь всегда с улыбкой встречаюсь, как в регистратуре, так и врачи. Очень добросовестно относятся к своей работе. Конечно, довольна. И посещаю не очень часто, но по надобности посещаю стоматологическую поликлинику. И врачи замечательно относятся. Ну а закончить наш рассказ хочется, конечно, поздравлениями в адрес врачей. Ведь они это по праву заслужили. Я хочу поздравить всех наших коллег с Международным днем стоматологическим праздником нашим, пожелать им всем здоровья, терпения, потому что, в общем-то, доктор – это человек, который должен быть терпелив и чувство сострадания всегда испытывать к пациенту. Поэтому всем здоровья, хорошего настроения, позитива. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Прокатиться на речном трамвайчике по Венецианским каналам и вдохнуть в воздух итальянской столицы. В выставочном зале художественного музея открылась персональная экспозиция Ларисы Босяковой. Пейзажи и над Тюймуртой пронизаны нотками любви к уникальной европейской стране. Духом Италии прониклась и Анастасия Шевцова. Несравненный Милан, величественный Рим, аупетичная Пиза и чарующая Венеция. Персональную выставку представила бобруйская художница Лариса Босякова. Вдоль узких улочек через Тибр прямиком в Колизей, наслаждаясь яркими красками Великого Рима. Попасть в солнечную Италию проще, чем думается. В своих живописных работах художница запечатлела самые яркие итальянские грани. Кстати, название выставки «Импреза о любви» не случайное. Импреза есть в итальянской культуре, в переводе это жажда жизни, успеха. А в белорусском варианте это получается встреча, это как в переводе. И мне так понравилась вот эта параллель белорусско-итальянская прям сторона. Вот прям как-то тепленько так стало. Думаю, и флаг у нас по цветовой гамме похож. И думаю, в переводе какой-то вот успех в этом есть. Успех предприятий, успех жизни, успех вот развития какой-то. И я так, да, «Импреза о любви». И вот что-то вот прям такая струна души такая дрогнула. Художник в душе и по жизни говорит о себе Лариса. Уже больше 30 лет талантливая бобручанка держит в руках кисти и карандаши. Отучилась сначала в художественной школе, потом в колледже имени Ларина. Там же появилась и симпатия к прикладному искусству. Лариса начала создавать украшения из кожи, которые также представлены в выставке. Но всё же живопись – увлечение жизни. Бобручанка много путешествует и из каждой поездки привозит зарисованный блокнот. Потом, руководствуясь карандашными набросками, фотографиями и воспоминаниями, переносит задуманное на холст и делится с окружающими. Очень интересные работы, яркие. Сейчас в такую пару года не хватает такого тепла. Картины такие живые, такие радужные, такие тёплые. Вот всё, чего нам не хватает – солнце, краски, нашей вот такой вот вечной зимы, которая у нас уже длится очень долго. Картины потрясающие, у них такая энергетика заложена. Свою итальянскую коллекцию Лариса написала маслом. Не сторонится художница и других техник. Набрасывает карандашом, занимается графикой и росписью на ткани. Но именно масло помогло бы Бручанке выразить все эмоции и показать душу. Примечательно, что вдохновенные Италии работы написаны на холстах без рамок. Ведь именно солнечно-европейская страна, по словам художницы, помогла ей убрать шаблоны. Я там, наверное, воздух свободы и любви какой-то глотнула. И самовыразиться мне проще было. Какие-то страхи, что ли, ушли. Увидеть и оценить по достоинству работы талантливой землячки можно вплоть до 26 февраля. Желающие могут приобрести авторские произведения. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами была Мария Бересневич. Увидимся в следующее воскресенье ровно в 20.30. До встречи и хорошей рабочей недели. Субтитры создавал DimaTorzok